Вот что я хочу сказать. Дорогие друзья, мои подписчики, все чаще я обращаю внимание на возрастающую внутреннюю агрессию друг к другу. Вы только вдумайтесь, ведь этого только и хотят наши западные, так сказать, партнеры. Разжечь внутренний разум. Мы многонациональный народ. Вспомните, в одном окопе Отечественной войны были и белорусы, и казахи, и русские, и татары, и узбеки, и юдмурты, и украинцы, грузины, чеченцы, ингуши. Все народы нашей необъятной страны. И сейчас, когда я вижу клеймение людей, не совсем согласных, травлю людей с альтернативной точки зрения, людей с другими взглядами, да просто испугавшихся, мне становится горько. Вы, охотники на ведьм, лишь только усугубляете внутренний раскол. Публичные люди обязаны сейчас объединять, сплачивать людей, призывать к совместному преодолению всех невзгод, а вы начинаете гнобить. И кто к вам после этого обернется? Такими методами вы становитесь похожими на тех, с кем боретесь. Маргарита Симонян в одном из телевизионных шоу очень невестеприятно высказалась в адрес моих коллег Максима Галкина и Алла Пугачева. Для чего? Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я живу по принципу «делай так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали». И я сейчас не уверен, что не найдутся люди, желающие покопаться и выкинуть на публичный суд твое грязное белье. А грешки-то есть у каждого. Мы не святые. И если каждый человек в нашей стране задумается об этом, то и нам жить станет хоть на чуточку легче. Для всех злорадствующих вы должны сожалеть, что сейчас под вашим гнетом клейм, шапкозакидательским настроем. Большие профессионалы уезжают. И вместо того, чтобы создать условия к обратному потоку, вы усложняете и им, и себе жизнь. Ковид нас научил. Только вместе, только сообща, мы можем все преодолеть. Перестаньте отрезать куски от нашего общества. Останется один скелет, на котором с удовольствием спляшут. Пляж.